В июне обязательно оригинальный оператор будет обязан, соответственно, заезжать в лед. Отлично. Вывозить лед. Коллеги, мне кажется, что мы сейчас подошли к такому этапу дискуссии, что мы, конечно, должны включить зал. Помните, мы с вами так говорили, что если у вас были вопросы, то вы их можете сейчас задать. Но мне кажется, у нас участники панели – это ключевые люди, которые, собственно, во многом будут определять потом развитие этого направления и на территории, и в крае, и в стране. Поэтому мне больше хотелось, чтобы и коллеги, которые, собственно, представляют разные и бизнес, и различные организации, все-таки включились в нашу дискуссию и задавали вопросы. Есть ли у нас у кого-то вопросы отзыва? Сейчас я буду подходить к вам к микрофону, потому что у нас зум, и мы будем так стараться делиться микрофонами. Татьяна Чистина, Движение ЭКО. Много работаем с темой разделенного сбора. Продолжение вопроса по поводу взаимодействия регионального оператора и технопарка. Меня, на самом деле, в части с разделенным сбором интересует, потому что в разных регионах есть такой негативный опыт, когда частный предприниматель налаживает практически на вообще городском уровне систему раздельного сбора, и когда пришел институт регионального оператора, он, соответственно, практически уничтожил, есть такие негативные кейсы. Вот в этой части, то есть, вообще, хорошо бы вот эту монополию регионального оператора, если он не готов создавать систему раздельного сбора, то дать возможность другим предпринимателям, собственно, эту систему налаживать. Вот здесь, наверное, вот вопрос... Да, Каню Владимировне, вот в этой, да, части цепочки, про раздельный сбор, если, да, региональный оператор не готов. Вот какие вообще есть варианты, чтобы это все-таки заработало? Ну, небольшая подыстория. У нас есть уже плотные города, в которых внедряется раздельный сбор. Есть, существует финансирование федеральное на контейнеры для раздельного сбора, и региональный оператор, муниципальное образование не подписывает никакие соглашения. То есть, у меня есть письма, обязательства некие, что они, в любом случае, обязаны осуществлять раздельный сбор, потому что и в договоре, в соглашениях подписан вывоз отхода, в том числе где-то при раздельном накоплении. У нас пока каких-то негативных моментов, где региональный оператор, например, отказывается увозить контейнеры для раздельного сбора, у нас нет. То есть, в тех местах, где мы установили эти контейнеры, за счет бюджетных средств, региональный оператор все это вывозит, соответственно, идет на сортировку дополнительную. Я еще поняла, какой-то у вас был дополнительный вопрос, что другие могут ли заниматься, собирать отдельно какие-то фракции? То есть, как раз очень хорошо эту московскую систему, да, знаю, которая просто добивалась в том, что в каждом дворе, в чем возникает ситуация? В том, что региональный оператор часто отбирает только самые выгодные фракции, и ограниченное, конечно, видов пластика, какие-то бывают фракции, которые, ну, такие специфические, даже у техники и так далее. У нас есть проекты, ну, практически таких частных предпринимателей, которые вот эти невыгодные фракции делают то, что региональный оператор не собирает, они, соответственно, обеспечивают вот это уже более такое глубокое, да, извлечение. И вот здесь, мне кажется, очень важно как раз таким предпринимателям давать свободу, потому что сейчас, ну, в каких-то регионах у них просто конфликтные ситуации, ну, просто региональный оператор не дает этим проектам это делать. И вот мы видим, что вот эта, ну, как бы модель такого, более, да, освобождение рынка от монополии, она, ну, реально обеспечивает более глубокую переработку. Вот насколько, может быть, в Экотехнопарке тоже рассматривается давать возможность другим предпринимателям участвовать в этом рынке. Все отходы, которые образуются в жилых зданиях, то есть это твердые коммунальные отходы, если есть система разделения, то эти отходы, например, у нас, конечно же, правило, будет региональный оператор. То, что вы говорите, полезные и неполезные, интересные и неинтересные, у нас дуальная система. То есть отдельно мы собираем фракции, отдельно как контейнер, туда входит и пластик, и картон, то есть монетарлический банк, то есть все туда скидывается для того, чтобы потом дополнительно отвезти на сортировку и досортировать. Поэтому в любом случае разные есть системы. Есть система, где на много-много-много фракций разделяется, и сразу можно расшировать металл, бумага, пластик, и напрямую ввести. Вот у нас края дуальная система, то есть отдельно, по-другому фракции, которую можно, да, отделить, да, отходы. А полностью то, что сухой отход можно качественно отсортировать. Маленький просто комментарий. Я понимаю, о чем говорит Татьяна, в том плане, что я сталкивался в регионах некоторых ситуаций, когда региональные операторы... Хорошо, что вам повезло, и здесь такой ситуации нет, но где-то региональные операторы в части общения с предпринимателями, которые могут частично некоторые вторичные материалы собирать у себя, доходят до войн, там, с поджиганием машин, с чем-то еще, ну, буквально, там, до битв за вторичные ресурсы. Хотя, там, сам, например, оператор это не может делать, он берет и куда-то просто свозит на свалку. А предприниматель говорит, ну, как бы, давай я возьму и переработаю, зачем тебе это садить на свалку? Если такого нет, это отлично. Вот, но я могу сказать, что, единственное, там еще вопрос, подвопрос прозвучал, про то, если региональный оператор не справляется с переработкой, сейчас законопроект об упрощенной смене регионального оператора, если он не справляется с возложенными обязательствами, есть на рассмотрении в Госдуме. Надо быть очень осторожными, чтобы это не превратилось в такое предумышленное преступное толкование законопроекта, когда кто-то просто за внутренний ход решает сменить регионального оператора. Но такой законопроект действительно есть, он сейчас обсуждается, я думаю, он в ближайшие дни вынесется на широкое обсуждение. Особенно там отдельный подпункт есть по арктической зоне, потому что особые условия, и скорость очень важна. Мы видим, как там коллапс с оператором может превратить город в большую сумку. Такой законопроект есть, на рассмотрении. Да, коллеги, я сейчас, Вадим, спасибо большое. Да, и тоже, пожалуйста, представляйтесь, что там зависит. Добрый день, Виталий Дроздов, законодатель собранника Станинского края Комитетным природным ресурсам и экологии. Вопрос по экотехнопарку. Вы напугали, там, цифрами не называют даже, на Западе сколько это стоит. Вот интересно, сколько будет стоить этот экотехнопарк, который планируется здесь? За чей счет он будет создаваться? Я так понимаю, что эта штука должна быть окупаемой. Какой-то сколько окупаемости? За счет чего? Спасибо. Ты про вопрос. К кому? С Медис? Федоров, да? Конечно, да. С Питероккова. И еще там... Дмитрий, я потом помогу, Саня. А если можно, я еще добавлю компонент к этому вопросу, потому что он тоже буквально на языке RTL, сразу стало неуютно, да, каких суммах идет речь, где эти средства как бы искать. И тут же еще был в вами момент, прокомментирован, что еще и проблемы с цепочками поставок, да, технологичных, там, определенных блоков, так а что это еще по времени? Если мы говорим в комплексе про реализацию проекта. К сожалению для вас, я конечную сумму сейчас не назову. Можно? Не назову ее по простой причине. Я уже в своем выступлении сказал, мы сделали сейчас для пяти основных производителей оборудования запрос на стоимость технологических агрегатов, узлов, линий. И ждем от них конкретного коммерческого предложения, сколько это может стоить с учетом изготовления и поставки оборудования в город Норильск. После того, как мы получим и по простой арифметике сложим, мы сможем ориентироваться на стоимость начинки. Речь пока не идет о стоимости строительства производственных корпусов и создания, собственно, промплощадки, экотехнопарка со всей инженеркой и всеми необходимыми ограничениями по СЗЗ, экологическим ограничениям и так далее. Откуда берутся средства? Я думаю, мне помогут коллеги, скажем так, частично, ответить на этот вопрос как вариант. Но есть формы государственной поддержки, создания экотехнопарков, которыми тоже, я думаю, что в этой ситуации нужно воспользоваться, и в том числе всеми мерами, которые касаются реализации крупных инфраструктурных проектов в арктических регионах России. Это очень серьезные инвестиции со стороны государства. Спасибо. Макс. Да, мы понимаем, что источники финансирования всегда не будут разными, но стартовые – это все-таки программа дотфинансирования, в которой, когда комплексный план собирали, регистрация города Новейская компания, было предусмотрено строительство просто мусоросжигающего завода, мусороперерабатывающего, ну так, собирали пока. И вот сейчас, год назад, мы вместе и принимали это решение. Давайте мы посмотрим на это не как отдельные заводы с конкретными пунктами, а как на историю экотехнопарка и вообще проработать концепцию устойчивого обращения с отходами. И вот то финансирование, которое предусмотрено было просто на несколько заводов разного характера, мы сейчас видим объединить в историю экотехнопарка. Мы это все прорабатываем. Но понятно, что их текущие условия, и в цены, то помощь государства, финансирование, она, конечно, потребуется. Когда мы с вами вместе, нужно будет ее искать. Я думаю, что проект должен получиться особенно хорошо и качественно, и государство должно в эту сторону посмотреть, и такие значимые проекты, особенно качественно проработанные, дофинансировать. Спасибо. У нас еще есть вопрос? Добрый день, Алькова Евгеньевна, Законодательное Собрание Советниковых. У меня не вопрос, скорее, комментарий небольшой. Вот здесь звучит такое волшебное словосочетание «тариф на регулирование». И хочется и землякам сказать, и главе города, да, что такое тариф на регулирование. Это значит, в тариф мы закладываем какие-то расходы, инвестиционные расходы. Что произойдет? Построим мы экотехнопарк, дай бог, это случится какая-то сумма. Есть, ну вот, коллеги не озвучили эту сумму, но в официальном документе, в тех схеме, она Владимировна подтвердит, это 5 миллиардов рублей. Соответственно, раз это инвестиции, что будет делать региональный оператор, который привезет туда отходы? Он заплатит тариф этому экотехнопарку от 10 до 20 тысяч за год, пока у нас такая история. Дальше он защитит свой тариф, заложит эту составляющую в тариф населению, и всем завтра придет квитанция в почтовый ящик на какую-то сумму, явно отличающуюся от той, что есть сегодня. И многократно. Соответственно, нам надо быть готовым к этой истории и определиться уже на берегу, что дальше рекоператор должен пойти в бюджет и сказать о том, что у нас тариф на коммуналку превысил 4%, и бюджет должен все компенсировать. То есть, по сути, замыкается круг, все на краевой бюджет. Чтобы этого не произошло, мы должны сейчас на берегу договориться, а как это будет для населения, потому что люди нам скажут, классный экотехнопарк мы платить, мы еще пока не готовы. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, кто как хотел? Да, я вам рекомендую. Конечно, важно понимать, чего мы хотим в этой жизни. Либо мы хотим делать экологически чистой нашу страну, наш город, тем более Арктику, где нельзя захоронить, а нужно все-таки перерабатывать. Если говорить о норильске, то и вывести невозможно. Понятно, что тариф изменится. Понятно, что он не должен лечь дополнительной нагрузкой на гаража. Поэтому это неизбежно. Мы не хотели, вопрос будет такой, и мы будем выходить, соответственно, на краевой уровень, на Министерство тарифной политики и экологии, для того, чтобы как-то этот вопрос совпиенансировать. Потому как, действительно, вы сказали, история дорогая, но история для Арктики очень полезная. И мы здесь не можем, конечно, говорить о строительстве таких мощностей, дорогостоящих, без урегулирования вопросов о стоимости тарифа. И мы это принимаем. Спасибо. Позвольте, в части первого вопроса, коллег, и продолжение этой дискуссии. Первый вопрос, там очень хорошо поизвучал, про РРА. Все будет зависеть от того, мы говорим опять о переработке просто, то есть об очередном сожигающем заводе, или все-таки мы говорим действительно о циклической истории. Что у нас будет на выходе продукта? И вот здесь, на мой взгляд, как раз, это и является краеугольным камнем. То есть если мы говорим о том, что мы просто будем в очередной соввозить мусор, разделять мусор, это совершенно не про то, что мы начали сегодня с утра. Мы говорим о том, что мы будем создавать добавленную стоимость, в том числе за счет внедрения технологических решений новых, в том числе с привлечением вторичной продукции, вот коллеги сегодня говорили, норильского уникеля и предприятий, которые есть. То есть это очень серьезный вопрос к привлечению, насколько те бизнесы, которые сейчас есть, готовы создавать те решения, пока строится технопарк. То есть за этот период, пока они будут заселять, скажем так, о своем решении нововведения тоже говорили, сейчас считают это действительно определить и эффективность, и как это повлияет, в том числе на тарифы. То есть если это будет продукт в конце, а не просто, а растерянный мусор, то совсем по-другому. То есть это будет уже не тариф, это просто будет выгодно. Будет выгодно собирать, привозить, то есть как входное сырье. Хотелось такой комментарий. Спасибо большое. И следующий у нас еще. Еще два вопроса, я вижу. Коллеги, здравствуйте. Кротов Александр Геннадий Дмитрий Пахаринбарс. У меня вопрос тоже про Кротовый парк, Дмитрий Васильевич. Хотел бы тоже подчеркнуть, мы часто наблюдаем, что обсуждение Кротового парка свойственного отхода на коммунальном отходе. Хотя не надо забывать, что анализ, как Игорь Алексеевич сказал, 60 миллионов тонн отходов в развитии на территории, это именно промышленные отходы. Мы, как переработчики промышленного отхода, хотели бы пожелать тем, кто будет провел эту концепцию в технопарке, не забывайте именно про переработчика промышленных отходов. Первый вопрос уже был отвечен. Касаемо финансирования, как будет финансироваться на технопарке. У нас вопрос, Дмитрий Васильевич, не рассматривали ли вы, я видел, вы показывали карту, где будет расположен, на технопарке это, скажем так, чистое поле, мы знаем, вы не рассматриваете ли вы, скажем так, те большие площади промышленных предприятий, промышленные помещения, которые выводятся из эксплуатации в больших проблемах настоящего дня, вы их используете на ее базе? Логично рассматривать невостребленные производственные помещения, которые могут подойти по характеристикам с учетом дополнительных обследований на предмет износа строительных конструкций, их надежности, устойчивости и так далее. У нас один есть большой вопрос, пройдет ли экотехнопарк в этом конкретном месте все необходимые согласования органов САН и ПИП и Федерального эконадзора, потому что на него будут налагаться различные ограничения, в том числе будут рассматриваться наложения санитарно-защитных зон экотехнопарка и соседних предприятий производственных объектов и еще целый ряд моментов, которые будут связаны опять же с этими дистанциями, расстояниями. Они в ряде случаев превышают и 500, и 1000 метров. Поэтому если сложится все в комплекте и возможно будет получить эти согласования, то имеет смысл рассматривать этот проект на существующих невостребованных производственных площадях. Если это категорически не будет проходить по действующему законодательству, то он план В в чистом поле. То есть в точке подключения еще. Спасибо. Добрый день, это я, Гармановская. У меня вопрос как раз к Дмитрию Владимировичу к вам и к Центру инноваций компании. В тех регионах, которые заходят, ну и в городах на реновацию, там очень быстро сразу проект циклической экономики запускается. Это связано как раз со сносом и со строительством. Соответственно, прямо на площадке, где уже снос происходит. Вот как у нас в городе? Будем ли мы использовать эти возможности? Как раз действительно мы говорим все-таки о циклической экономике, Гарманович. Безусловно. Реализация комплексного плана, муниципальных программ, тех задач, которые стоят перед городом, их необходимо увязывать с циклической экономикой. Важно не просто уволить и вывозить, важно это перерабатывать. Но, как вам известно, мы только на пороге стоим этих изменений, и город, и компания. Вот, как сегодня было сказано, уже приобретены дробильные установки, соответствующие, которые возможно использовать в перегемонтажах. Это очень важно. И то, что получается в результате переработки, использовать дальше. Мы на пороге, и я думаю, что в ближайшее время сможем уже похвастаться конкретными результатами. Считаю, что это очень важно и правильно. Со стороны, да, блока инновационного. Больше буду говорить за технонетку, наверное, чем за городские вещи по строительным материалам. Однозначно, да. Моя коллега еще рассказывает, Сергей Иванович, по-моему, сегодня, реализация в рамках строительных материалов. Что касается вопроса именно вовлечения тех материалов, которые образуются при монтажах, наверное, коллегам из экологии больше вопросов, потому что они лучше ориентируются в эти вопросы в плане вовлечения. Но что касается вопроса остального лома, для нас он крайне интересен. Именно с точки зрения создания продуктов. дальнейшего вовлечения металлов и так далее. Это точно совершенно, да. Что касается пластик, и так далее, насколько я знаю, как коллеги по композитам, по-моему, будут, да? Роман? Будет? Нет, сегодня у нас оценка немножко нахуй не обещает. Но это тоже делается в других регионах, по нашему опыту, делается, вовлекают, создают. Это действительно так. Ну, наверное, вот, коротко отвечу таким образом, да, стараюсь сюда конкретно, да, с примерами. Александр, я дополню, у нас сегодня отдельного спикера по композитам не будет, но у нас будет выступать Сергей Маслехиев, он в части строительных материалов генерирует тоже пул перспективных проектов, и там есть блоки, которые касаются производства условно там труб, да, из полимеров и пластика, потому что запрос территории, как там, мы считаем. Я не хочу просто вперед забегать, но интерес к этому направлению тоже есть, мы держим в фокусе внимание. Я предлагаю еще один вопрос, вопрос-ответ, если есть, и уходить на перерыв, дать возможность в неформальной обстановке обсудить там какие-то вопросы. Если у коллег вопросов нету в таком общем формате, то я надеюсь, что у нас есть полчаса времени, и вы можете задать их уже тет-отет, и небольшой кофе-брейк тоже вас ждет, и мы ровно 14.00, и я очень прошу, да, как-то придерживаться этого таймлайна, мы с вами, видите, абсолютно точно выдерживаем график, и постараемся так работать за два дня, потому что...